Народный артист Украины и России профессор Виктор Захарченко о культуре сказал У каждого народа есть своя неповторимая душа Это его язык, вера, обряды, песни и танцы К словам столь известного ученого хочется добавить только одно У каждого народа есть своя неповторимая национальная кухня Фестиваль которой сегодня открылся в Северном парке Фестиваль национальной кухни в рамках фестиваля славянской культуры в этом году проводится впервые В самом вкусном и ароматном конкурсе приняли участие Сербия, Черногория, Северный Кипр, Польша, Босния-Герцеговина, Словакия, Турция Участники сербского коллектива Каблови решили приготовить блюдо, которое подается к столу только по особым случаям К примеру, на Рождество Тренутно спремием прасе на Рождество В этот момент готовим парасенка на вертелье Парасе се заколе, пусти се крв Зарежет, режет поросенка, очистится сельный тормёрстый Ставит солице Солице, ставится на вертель И при леком печенье, когда уже температуру набрал Бризгается пивом И ножом его прокалывают, чтобы жир Видите, чтобы мог пропиться Все Тут секретов больше нет Чтобы приготовить поросенка, сербы встали в 5 часов утра Сейчас на часах 10 От огромного мангала кулинары не отходили не на секунду Для того, чтобы приготовить поросенка, требуется немало физической силы и выносливости Ведь готовится он порядка 5 часов И все это время необходимо крутить вертель А занятие, надо сказать, это не из легких Приготовление поросенка – это настоящее таинство Пока мясо томится на вертеле, сербы могут пообщаться, поговорить, спеть народные песни Одним словом, здесь важен сам процесс, а не его результат А вот гости из Боснии герцоговины приготовили мусаки и ланац Под неизвестными нам названиями скрываются вполне привычные для кубанцев блюда Мусаки – это картофель с мясом, запеченный в духовке, а ланац – борщ Правда, помимо привычных ингредиентов, ланац в босницы кладут еще и горох Но вместе с похожестью в славянских кухонь есть и различия Среди участников фестиваля национальной кухни были и страны, никоим образом не относящиеся к славянской группе Однако вкусовые пристрастия, к примеру, турецких кулинаров оказались сродни нашим Переводя на русский, они приготовили драники, овощной плов и халву Получился настоящий интернациональный стол Это три традиционных турецких блюда Здесь представлены две холодные закуски и один десерт Холодные закуски приготовлены, значит, картошка, кабачок, морковь, все это на терке обработано и обжарено на масле Оно и украшено укропом, петрушкой Вторая холодная закуска – это рис И третья – это десерт, это типа халвы Говорят, на одной кухне две хозяйки ужиться не могут Но только не на фестивале национальных блюд Здесь боснийский ланац варится по соседству со словацкими галушками Рядом жарится турецкий муджуваш Все очень дружно и весело У славянских народов много общего И фестиваль национальной кухни это еще раз доказал Это блюдо называется пироги Начилка, капуста и картошка с брынзой По-нашему это просто вареники После того, как все блюда были готовы, их оценила жюри Продегустировать национальную кухню сербов, словаков, поляков, греков, черногорцев Гостей из Турции могли абсолютно все желающие А самим кулинарам вручили почетные грамоты и памятные призы Ну и конечно же, тысячекратное спасибо За возможность, пусть хоть на несколько мгновений Оказаться в другой стране Узнать другую культуру Блюда национальной кухни Специально для дневника фестиваля Дегустировали Анна Монастыренко и Дмитрий Пухальский Бынов Vallahi Гостей Дорог Started Продолжение следует...